И еще живя в комфорте, экономь, но не дури, ты смотри, не выкинь фортель, с голодухи не помри ве, Высоцкий ни в коем случае. Если в советские времена проблемой был дефицит элементарных продуктов питания, то в наши элементарный дефицит денег. В СССР свою проблему решали, и РФ ее решить тоже можно. Вы можете извлечь несколько плюсов из диеты и голодания, похудеть, сэкономить приличные деньги. Механизм организма устроен так, что наше тело постоянно меняет свои размеры. Кто-то быстро набирает вес, другие же стремительно худеют. Существует также забавная закономерность. Люди, которые с рождения имеют плотное телосложение и склонны к полноте, мечтают есть много и не толстеть. А тот, кто изрядно худой, несмотря на то, что много ест и не набирает ни грамма, мечтает поправиться. Для начала нужно приступить к правильному питанию, так как заметные изменения можно будет увидеть только благодаря очищению вашего организма. От правильного выбора полезного и сбалансированного питания зависит конечный итог похудения. К счастью, на диетических прилавках хранится богатый выбор завтраков и прочих питаний на любой вкус. Вы можете выбрать для себя наиболее подходящий по составу продукт по оптимальной цене. Если ваши финансы позволяют вам расширить свои возможности, то лучше всего записаться на курс специальных диетических коктейлей и сбалансированных завтраков. Запишитесь к профессиональному диетологу, который будет вас консультировать на протяжении всего курса похудения. Если у вас нет такой возможности и вы не можете позволить себе дорогое питание, то вам подойдет другой способ. Откажитесь от мучного и сладкого, не употребляйте кока-колу, фастфуд, чипсы и прочую вредную пищу. Обязательно переберите все продукты в вашем холодильнике. Пусть в нем останутся только полезные продукты питания. Есть смысл заменить сливочное масло маргарином, киви яблоками, пирожные булками. Многим семьям есть смысл минимизировать потребление кофе и чая, или перейти на более дешевые сорта. Более дешевые сорта есть у других привычных продуктов. Попробуйте их. Они могут быть даже лучше. Хорошая хозяйка всегда знает, где можно взять максимально качественные продукты по минимальным ценам. Конечно, супермаркеты проще и удобнее, но маленькие магазинчики часто предлагают более качественный и дешевый товар. К тому же там можно поторговаться, тем более что постоянному покупателю всегда рады пойти навстречу. Есть еще и базар, с большим выбором и возможностью попробовать нужный продукт, завязать неформальные отношения с продавцом-производителем. Но в супермаркетах часто бывают акции снижения цен, старайтесь отслеживать их. Продукты, которые хорошо хранятся, есть смысл брать по оптовым ценам. Пейте как можно больше жидкости. В идеале в сутки следует выпивать от 2 до 4 литров воды. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Озвучено Яндекс Спичкит. Старайтесь перед каждым приемом пищи выпивать полный стакан кипяченой прохладной водички. Она очистит ваш кишечник и заполнит наполовину ваш желудок, благодаря чему вы съедите в 2 раза меньше еды, и чувство насыщения придет быстрее. Ешьте часто, но по чуть-чуть. Перекусывать можно легкими фруктами, овощами, или выпить коробочку нежирного кефира. Кефир очень хорошо чистит организм, поэтому его стоит употреблять как можно чаще. После 6 старайтесь больше не есть. Если у вас не получается выдержать 6 часов без еды, то в качестве исключения можно съесть небольшое зеленое яблоко, или выпить стакан кефира. Если вы будете строго соблюдать данные советы, то вы быстро начнете терять лишние килограммы. Самое главное придерживаться сбалансированный рацион, иначе если вы сорветесь и съедите пару пирожных или торт, лишний вес вернется к вам в двойном размере. Главным врагом в момент похудения являются близкие люди. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Как бы ни странно это звучало, но именно близкий человек может навредить худеющей девушке. Как же это происходит? Например, если вы сели на диету и теперь во многом отказываете себе, начинается своего рода депрессия. Вам хочется есть то же, что и ваша подруга, у которой идеальная фигура, но при этом она ест все, что видит. Настроение портится, и ваша приятельница начинает вас отговаривать от диеты, приводя какие-то примеры из жизни и свой личный опыт. Доброжелательница уговаривает подругу бросить диету и просто начать заниматься спортом. Худеющая девушка поддается на провокации и, махнув рукой на все свои старания, начинает много есть. Естественно, вся ее диета была впустую. Следуя советам подруги, девушка начинает бегать по утрам и активно занимается спортом. Текст озвучен в Яндекс Клауд. На помощь приходит другая подружка или родственница, которая высказывает уже свою правильную точку зрения. О том, что никакой бег и физическая нагрузка не поможет сбросить вес, главное меньше есть, не меняя свои рационы. Теперь уже совсем запутавшаяся в себе худеющая девушка начинает кушать часто, но маленькими порциями. Естественно, от таких резких перемен ваше тело никогда не изменится. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Когда мы пытаемся воспитать в себе силу воли, постоянно появляется целая куча советчиков и чаще всего все старания летят на смарку. Проще всего отказаться от чего-то, чем взять волю в кулак и продолжать свое нелегкое испытание. Советующим все равно, похудеете вы или нет. Нехватка денег на полноценное сбалансированное питание – прекрасный повод бросить курить. Если курите, также максимально сократите потребление алкоголя, это поможет вам сбросить лишний вес. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Главная ошибка среди худеющих дам – это зацикливание на каком-то одном виде похудения, например, на диете. Но, как мы уже выяснили, подход должен быть комплексным рациональное сбалансированное питание, спорт, активный образ жизни. Только так можно надолго сохранить свою фигуру в идеальной форме. Мы также забываем о том, что из недорогих круп можно готовить очень вкусные и питательные блюда. Кости мясные обрезки, которые обеспеченные люди берут для собак, прекрасно годятся и людям для приготовления бульона, который может быть основой как для супов, борща, так и для каши. Довольно распространена привычка кусочничать, постоянно походя, жевать то или другое, что попадается под руку, постоянно жевать, смотря телевизором или читая книги. В условиях кризиса лучше как-то более четко отрегулировать прием пищи. Желательно внимательно пересмотреть продуктовый набор многие из привычных вкусных. Но дорогих продуктов могут быть заменены не менее вкусными и питательными, но более дешевыми, а от некоторых можно вообще отказаться. Более внимательно следите за тем, чтобы продукты питания просто не приходилось выбрасывать, готовить нужно в меру, не допускать порчи уже купленных продуктов. Многие из нас питаются на работе, в кафе или столовой. Но даже европейский средний класс берет на работу еду из дома, что намного вкуснее и полезнее. Для очищения души и тела попробуйте соблюдать посты, миллионы верующих не испытывают от них никакого дискомфорта. Главное не терять оптимизма, ни в коем случае не считать себя неполноценными, понимать, что эти трудности временные, и они только помогают оптимизировать домашнее хозяйство. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!